здравствуйте меня зовут как екатерина сказала дмитрий багров я живу в лондоне уже достаточно давно и работа в дата арте еще больше работая в компании с 2000 года то есть в этом году исполнилось как раз 20 лет ну и 10 лет из этих 20 я провел в лондоне я буду рассказывать про то что собственно вообще из себя представляет дата арт и какие люди ему нужны как построить карьеру в нашей компании ну и например вообще как построить карьеру международной компании и немножко пройдусь по так называемым софт скиллам и зачем собственно софт скиллы нужны программисту потому что казалось бы он же с компьютерами общается зачем ему вообще все эти непонятные скиллы сейчас я расшарю презентацию и мы начнем катерина если вы мне сможете сказать когда презентация будет видна я буду очень признателен вот должна быть видна сейчас да все видно да давайте поговорим о том что такое дата арт как его готовить и что с этим потом делать я немножечко пройдусь по своей истории в компании потому что она естественно очень интересная наверное самая интересная история для меня уж точно потому что это моя история собственно есть есть некий официальный месседж который дата арт рассказывает клиентам и потенциальным сотрудникам вот он приведен на слайде я могу его вольном переложении на русский изложить как то что датар является цифровым провайдером полного сервиса и для каждого клиента мы создаем те сервисы которые нужны им для того чтобы достичь их целей в рамках их собственных ограничений то есть как вы видите здесь в общем делается акцент на том что мы сервисная компания кто нужен такой вот сервисной компании какого рода люди нужны такой компании вот такие люди я должен признаться вам что на обеих этих фотографиях есть я на одной только я на второй я с еще одним своим тогдашним коллегой который потом от нас ушел работать в другую компанию ну в общем вот такие вот прекрасные программисты и project manager приходили работать в компании это было 20 лет назад как раз на заре моей карьеры в дата арте я пришел работать project менеджером меня с приняли на работу 4 мая 7 мая я поехал в москву разговаривать с нашим нашим клиентам mail.ru то есть так вот сразу без каких бы то ни было подготовительных работ из меня сразу же стали ковать что-то такое что потом сможет работать если же кроме шуточек по поводу программистов пиво и всего остального давайте я еще раз вам вас попрошу посмотреть на то что я вначале приводил да то есть что мы из себя представляем мы компания которая оказывает услуги то есть мы сервисная компания мы не делаем каких-то осязаемых продуктов мы не производим машины мы не производим компьютеры мы делаем что-то такое чего часто нету и очень часто довольно сложно описать какими-то короткими словами один мой коллега довольно изящно на эту тему выразился что мы на самом деле производим мечту да мы производим что-то такое из ноликов единичек чего на самом деле пока еще нету и возможно еще и никогда и не было до этого я понимаю что это очень абстрактно давайте немножечко более конкретно пройдемся очень часто когда рассказываешь о том что из себя что-то представляет иногда удобно бывает начать рассказывать с того что это из себя не представляет давайте я вам сначала попробую объяснить чего у нас нет у нас совершенно нет каких-то особых программистов у нас нет каких-то особых офисов у нас нету какого-то специального канала в интернете и у нас нет секретного кофе к сожалению я немножечко отвлекусь на собственную карьеру я начинал как я уже сказал project manager но довольно быстро переквалифицировался сначала так называемого delivery manager а потом стал продавцом то есть я продаю услуги data art ну вот в частности на английском рынке то что я вам сейчас объясняю это на самом деле практически дословно то что я говорю нашим потенциальным клиентам когда они спрашивают что же мы из себя такое представляем потому что это на самом деле очень легко объяснять это это правда а правду говорить как известно легко и приятно как я уже сказал у нас нет ничего такого особенного да мы берем все те же ингредиенты которые есть на рынке которые доступны всем нашим конкурентам что у нас есть у нас есть два ну может быть таких полусекретных ингредиента секретных в том плане что они все про них знают но воспроизвести их наверное довольно сложно иначе бы все это делали во первых наша компания изначально всегда ориентировалась на то что мы хотим работать с теми людьми которые нам приятны с тем с кем нам нравится и делать при этом то дело которое мы любим и через это появилась определенная атмосфера эта атмосфера наверное проще всего выражается в том что мы создаем некую экосистему которая побуждает людей которые в ней участвуют становиться лучше не просто лучше чем сосед потому что быть лучше чем сосед я не хочу это рекламировать но к сожалению так тоже происходит атмосфера в дата арте очень ориентирована на то что будет лучше чем ты сам то есть я сегодня хочу быть лучше чем я был вчера я завтра буду лучше чем я сегодня команда в которой я работаю сейчас она в чем-то лучше чем та команда потому которую я работал месяц назад потому что все люди которые в ней участвуют они тоже как-то развивались все это время никто не стоит на месте никто не пожинает лавры никто не собственно не производит результат только чтобы от него отвязались это наверное то что объединяет вот все эти три с половиной тысячи человек которые работают в компании это то что объединяло нас когда нас было в компании 20 это то что нас объединяло когда нас стало 120 это то с чем остались те 27 человек в 2001 году после кризиса доткомов которые в компании остались работать когда нам пришлось очень сильно сокращаться и как результат всего этого для нас собственно как для компании для сервисной компании целью нашей работы с клиентом является получение ну давайте назовем по-честному получение удовольствия мы хотим получать результат который приятен и нам и клиенту то есть для нас важно не просто от клиента получить деньги а для нас важно клиенту сделать решить ту проблему которая у него есть у нас есть масса примеров когда мы отказывались от проектов объясняя клиенту что им на самом деле не нужно делать то что они хотели сделать анекдотичный пример из относительно недавнего прошлого это клиент который пришел я в англии я с ними разговаривал они к нам пришли и сказали мы ищем себе подрядчика который сможет сделать новую crm систему crm это customer relationship management причем им не подходил ни один из продуктов которые есть на рынке они хотели чтобы мы все написали с нуля когда мы начали более подробно разбираться стало понятно что на самом деле этой компании не нужен никакой новый crm все что им нужно это один небольшой дополнительный кусочек кода который будет брать те данные которые у них есть и по ним строить какие-то графики которые мы расскажут про их же клиентов то что они вот собственно хотели получить мы не получили проект на осязаемое количество миллионов фунтов но при этом мы приобрели совершенно потрясающе лояльного клиента который с удовольствием потратил не очень большую сумму с нами с тех пор на каждом углу рассказывает о том как правильно работать репутация в нашем мире особенно сейчас особенно в ситуации когда информации вокруг очень много репутация стоит очень и очень дорого наверное это единственный осязаемый ресурс компании который стоит всевозможных вложений защит и так далее репутация компании сервисная это ее люди каждый из людей которые работают дата арте они вкладывают создание этой репутации каждый день каждым каждой строчкой кода каждым своим письмом заказчиком каждым общением по телефону поэтому собственно вот наверное такое немножечко лиричное написание того что мы из себя представляем кто же собственно тогда нам нужен да ну вот как бы страшная тайна это я долго сопротивлялся на меня таки уговорили ее вам открыть короткий ответ нам нужны все нам нужны все потому что если раскрыть этот ответ немножечко на папа больше нам нужны люди которые обладают желанием учиться и имеют определенные базовые знания чтобы впитывать в себя новые какие-то новые знания новые умения это очень разные люди айти не состоит из исключительно программистов и работа с клиентом в войти не состоит только из написания для него системы и и после этого все как бы работа закончена работа начинается задолго того как пишется первая строчка кода и не заканчивается после того как написана последняя строчка есть бизнес аналитики есть продавцы есть маркетинг есть координаторы есть дизайнеры специалисты user experience есть огромное количество других профессий которые войти просто жизненно необходимы собственно почему ну вот есть хороший пример да вот предположим что вы уже у нас работаете что мы можем вам предложить в виде карьеры я не зря здесь привел иллюстрацию телефона nokia 3310 может быть кто-то из вас его видел в музеях у меня такой телефон был это были совершенно потрясающие агрегаты которые держали батарейку по полторы недели я свой телефон переехал машиной и он после этого продолжал работать от него отваливались кнопки но телефон по-прежнему звонил если удачно попасть в ту кнопку которую нужно было чтобы взять звонок собственно к чему здесь nokia как может быть вы знаете nokia был один из титанов айти индустрии производитель мобильных телефонов nokia ассоциировалась собственно с понятием мобильных телефон мобильный телефон очень долгое время а потом как-то очень внезапно nokia стала сходить на нет телефоны и и перестали покупаться телефоны перестали импонировать пользователям и теперь уже в общем то никто не знает что это такое хотя бренд был продан под этим брендом по-прежнему производят телефоны на телефоны на андроид это телефоны на угловой операционной системе к чему здесь собственно nokia одним из интересных взглядов одна из интересных теорий о том почему nokia так быстро схлопнулась является та которая говорит о том что nokia была построена вокруг очень большой группы людей несколько тысяч там десятки тысяч это люди которые в nokia работали десятилетиями они приходили работать младшими помощниками программистов и дорастали до менеджеров и при этом в nokia была так построена административная система что в принципе карьерный рост сопровождался только ростом по административной лестнице то есть я приходил программистом я дорастал до допустим условно говоря старшего программиста тимлида а потом я должен был стать менеджером если я хотел расти дальше если я хотел больше ответственности более интересных проектов больше зарплату все мы знаем что происходит с людьми которых заставляют делать то что им не нравится они делают это обычно не очень хорошо ситуация когда из хороших программистов из хороших инженеров делали менеджеров производила огромное количество плохих менеджеров которым не хотелось заниматься управлением которые не очень в принципе были заинтересованы в таких странных вещах как user experience они им было не интересно слушать мнение пользователя им было не интересно следить за тем что происходит на рынке что такое маркетинг они знали но наверное в основном чисто теоретически в конечном итоге все это все это сложилось в один большой снежный ком который и вызвал ту лавину которая похоронила под собой всю компанию я не могу гарантировать что это именно то что привело к падению такой колоссальной структуры но в принципе мне кажется что даже если это и не единственная причина то очень похоже на то что это была одна из существенных причин существенных причин падения ноки к чему это все по отношению к дата арту мы довольно быстро от осознания того факта что нам очень хочется продолжать работать вместе со своими коллегами пришли к пониманию того факта что коллеги тоже все люди у всех семьи и дети карьерные какие-то какие карьерные какие-то цели желание получать больше денег и что нужно придумывать какие-то какие-то карьерные лестницы которые не будут приводить к похожим результатам поэтому мы довольно быстро пришли к пониманию того что карьеру в дата арте нужно уметь строить по разному это было чисто инстинктивное понимание никто из нас не задумывался над сложными бизнес структурами мы просто какой-то момент пришли к выводу что нам нужно строить компанию из людей которые умные и умеют учиться а дальше уже оно как-нибудь самой сделается немножко нетрадиционный подход к построению многомиллионного бизнеса но тем не менее он оправдал себя и до сих пор работает естественно под это сейчас не нами но под это сейчас подойдено много интересных теорий про то что самое главное в компаниях это people management что компании должны строиться вокруг людей это все очень интересно читать потому что читая подобные теоретические изыскания ты внезапно понимаешь что оказывается всем этим мы и занимались последние 15-20 лет карьеру в дата арте можно строить по разным траекториям можно продвигаться по чисто технической стезе можно расти как программист можно приобретать новые знания можно переходить с одной платформы на другую можно допустим начинать как java программист и заканчивать потом когда нет чеку потом освоить какие-нибудь мобильные платформы потом еще пространство здесь самое что ни на есть широкое тем новых технологий появляется постоянно много и особых там проблем с поиском чего-то интересного никогда не можно двигаться в сторону общения с клиентами собственно я и некоторое количество моих коллег яркий тому пример мы все начинали с технических каких-то ролей но поскольку нам было интересно разговаривать с людьми нам было интересно общение нам было интересно продвижение услуг компании мы быстренько переквалифицировались в то что кто 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 в продавцов кто в аккаунт менеджеров кто в этим лидов можно продвигаться в сторону маркетинга можно продвигаться в сторону дизайна можно продвигаться в сторону бизнес анализа вариантов очень и очень много это как раз то что нас привело к еще одному осознанию еще от еще одной открытию для себя еще одного факта а именно то что так называемые soft skill и они очень важны поскольку мы в общем все существуем не в вакууме да давайте я немножко для начала сделаю отступление поговорю что такое soft skill и под soft skill и обычно определяют знания и умения которые дают людям возможность функционировать в социуме человек животное общественное очень себя чувствует некомфортно в полной изоляции очень себя часто сравнивает подсознательно с кем-то из референтной группы люди борются за лидерство люди прокачивают умение решать или иные проблемы люди обучают себя ну либо не обучают как правильно вести переговоры это все soft skill и зачем это программисту ну вот я не знаю знают ли современное поколение студентов про сферического коня в вакууме я знаю я я заканчивал матмех в санкт-петербурге получил там диплом программиста про сферического коня в вакууме я услышал первый раз на лекции по мотоанализу на по моему втором или третьем курсе история там довольно смешная и простая суть ее заключается в том что если дать возможность ученым исследовать очень практическую проблему как правильно запрячь коня в телегу они начнут с того что создать попытаться создать модель и анекдот звучит примерно так после года разработки этой модели когда пученым пришли за собственно телегой с лошадью они сказали ну мы уже построили модель сферического коня в вакууме теперь осталось совсем немножко программисты в общем в принципе иногда ведутся точно так же да вы не рассказывайте мне пожалуйста про то что нужно говорить людям да дайте мне конкретную задачу я буду писать код она к сожалению так не работает программисты не существуют в вакууме они не существуют сами по себе более того программист сейчас является скорее даже таким посредником неким переводчиком между технологиями и пользователями бизнесами людьми и так далее и роль его в общем очень сильно в этом плане поменялась да я не смог не включить вот эту картинку которую которую мне очень понравилось если например лет 25-30 назад дровосек и программист выглядели как слева на картинке то сейчас они немножечко поменялись ролями кажется что современному программисту в общем-то не нужно общаться с людьми особо много он должен запереться в комнатке и там безо всех сил программать и голливудские фильмы всячески все всячески развивают этот миф самые лучшие программисты которых я в своей жизни встречал это были вовсе не унылые ботаники которые сидели согнувшись над компьютерами это были очень веселые и интересные девчата и парни с которыми было интересно не только по работе но и вне ее и за свою почти тридцатилетнюю карьеру войти я достаточно для себя жестко вывел эту корреляцию люди которые не умеют общаться с другими людьми они не могут в принципе производить хорошие технологические продукты по очень банальной причине если ты не понимаешь или не пытаешься даже понять людей которые будут пользоваться твоим творением ты не сможешь его сделать хорошо если я не умею делать красивые никогда в жизни не водил машину наверное мне будет очень сложно придумать машину которая будет удобна для водителя здесь работает примерно та же самая логика поэтому софт скиллы для программиста очень и очень важны без них наверное практически невозможно себе представить карьерный рост можно себе представить программиста который дорастает до достаточно высокого уровня и в принципе получает приемлемое количество денег не будучи при этом письма таким из себя экстравертом и и people's person то что называется но при этом такие там есть потолок а поскольку мы все-таки живем в социуме мы все-таки живем среди других людей чтобы пробить этот потолок чтобы он не мешал да и дальше двигаться нужно уметь с людьми сосуществовать поэтому приходится обучаться в том числе и магии разговора между технологиями и и людьми в принципе в определенной степени программисты действительно такие гарри поттеры которые переводят с магического языка на не магический есть такой известный писатель артур кларк у него есть несколько таких умозрительных законов в частности третий закон говорит о том что любая достаточно развитая технология не отличима от магии почему ну потому что для человека который не понимает откуда происходит та или иная вещь в принципе что объяснение при помощи магии что объяснение при помощи квантового компьютера оно в общем одно и то же я не понимаю что это такое поэтому для меня ну принесли черного козла в жертву на перекрестке семи дорог либо же скормили терабиты или терабайты данных в какую-нибудь супер квантовую машину в общем примерно одно и то же получается поэтому вот все эти страшные двухбуквенные сочетания которые я приводил парами слайдов раньше PM и BA UI UX QA это все вот как раз тот карьерный рост который не невозможен без без софт скиллов и который тем не менее архи необходим войти потому что это все те люди без которых программисты будут существовать в вакууме и производить там сферических коней ну что еще я могу сказать в принципе наверное последнее что я хотел здесь сказать это то что давайте помнить о том что такие как бы нормально быть людьми нет какого-то идеального программиста нет какого-то идеального продавца нет какого-то нету идеальной компании я работаю в дата арте 20 лет за это время дата арт поменялся много раз наверное в среднем каждые пять лет компания менялась очень и очень сильно при этом что собственно объединяет нас всех до сих пор это то что некие базовые ценности которыми мы оперируем они по-прежнему неизменны да наверное коротко эти ценности можно изложить вот как название моего слайда да это нам нам мы все люди нам хорошо от этого да пытаться быть кем-то другим достаточно смешно поэтому в первую очередь я бы посоветовал и при построении карьеры и при обдумывании куда именно вы хотите строить эту карьеру и в какой компании вы будете эту карьеру строить в первую очередь размышлять о том, насколько все это даст вам возможность сосуществовать с самим собой. Потому что обманывать всех вокруг в принципе можно и достаточно долго. Обманывать самого себя, к сожалению, не получается. Почему я говорил вначале, что это арт-компания, которая провоцирует людей быть лучше? Ну, потому что мы принимаем нас всех такими, какие мы есть и даем возможность меняться так, как этого хочется. Поэтому как раз, наверное, вот это и хорошая точка, где можно закончить рассказ. Надо стараться искать и карьеру, и компанию, где эту карьеру строить, такую, которая позволит вам оставаться самым лучшим человеком в собственных глазах. Ну и, собственно, совсем под завершение, я не мог себе отказать в садистском удовольствии дать задания студентам. Когда я был студентом, меня мучили домашними заданиями и курсовыми работами. Я попытаюсь отыграться сейчас на всех. Вот представьте себе, что вы пришли к нам на собеседование. Неважно, на какую вакансию. Может быть, девелопера, может быть, тестера, может быть, project manager. Абсолютно неважно. Одна из тех вещей, которые мы будем не то чтобы спрашивать, но будем ожидать, услышать, это почему вы, собственно, к нам пришли. Что мы вам такого можем предложить, что конкуренты предложить, например, не смогут, и кто они вообще, с вашей точки зрения, наши конкуренты. Вряд ли мы так будем спрашивать впрямую, но подобный ответ демонстрирует определенное качество соискателя, которое для нас важно. Поэтому такое небольшое домашнее задание — это попробуйте набросать хотя бы тезисно на полстраницы, что бы вы рассказывали, что бы вы говорили в этом случае. Ну и, Катерина, наверное, можно будет уже сейчас переходить к вопросам. Ну, я дошел до слайда с контактами, который последний. Присоединяйтесь к нам в наших социальных сетях. Да, совершенно верно. Дмитрий, вам задают вопросы. Первый звучит так. Как сильно влияют навыки общения с заказчиками, инвесторами, чтобы продать какой-то продукт? Навыки общения. Знаете, я обычно на вопросы о том, как продавать, я отвечаю очень просто. Я, к сожалению, не знаю, как продавать, потому что я за всю свою жизнь никогда ничего не продал. Я делал так, что у меня купили. Поэтому навыки общения, есть один навык общения, который полезен не только в разговорах с потенциальными заказчиками, инвесторами, но и вообще с кем угодно. Это быть искренне заинтересованным в том, с кем ты разговариваешь. Если мне неинтересно говорить с человеком, это считывается моментально. Вживую за наносекунды, по телефону, наверное, за доли секунды. Это очень сложно скрыть. Поэтому единственный навык общения, который полезно в себе развивать, это попытаться в каждом потенциальном собеседнике найти что-то, что тебя лично в нем заинтересует. Это заинтересует. Это может быть на самом деле что угодно. Это может быть что-то связанное с его профессиональной деятельностью. Например, если человек работает, не знаю, связан с робототехникой, то можно поговорить об этом, потому что мне, например, это интересно. Либо, поскольку я очкарик, я могу заинтересоваться очками своего собеседника на самом уже противоположном конце. Но должен быть некий искренний интерес. Его придумать, найти что-то, что интересно можно, и можно себя натренировать на то, чтобы это делать быстро. Изобразить это, притвориться невозможно. Не получится. Спасибо. Следующий вопрос такой. Если тебе 30, и ты только начинаешь учиться в этой сфере, можно ли попасть в IT и в датарт? А что плохого в том, что вам 30? Можно совершенно спокойно. И в 40 можно, и в 50 можно, и в 60 можно. Потому что, еще раз, IT – это не магия. Это не братство чародеев и колдунов. Это индустрия, которая работает с людьми. Она делает что-то, что полезно для людей. Любые знания, которые у вас есть, можно конвертировать во что-то, что будет полезно этой индустрии. Я могу, в принципе, наспор, не знаю, приведите мне в чате пример тех скиллов, которые вы считаете совершенно далеки от IT. И я вам скажу, как они подходят. Потому что эта часть, особенно сейчас, особенно в 2020 и так далее годах, технологии занимают настолько большое пространство в нашей жизни, что любой человек совершенно может быть нужен IT, и может нужен быть дата-арт. Дмитрий, скажите, пожалуйста, много ли времени вы уделяете сейчас техническим вопросам? Ну, я предполагаю, что под техническими вопросами подразумеваются технологические, и быть немножечко в курсе того, что происходит в технологиях, не очень много, к сожалению, потому что я уже не обладаю нужными базовыми знаниями для того, чтобы быть по праву называться программистом. Я стараюсь примерно следить за тем, что появляется идеологически нового в технологиях, и стараюсь смотреть за платформами, за какими-то направлениями, которые могут изменить то, как бизнесы подходят к решению определенных задач. То есть, например, в свое время появление iPad'а вызвало довольно серьезный сдвиг в том, как строились те или иные системы. появление массовое проникновение Cloud Computing привело тоже к определенным очень сильным изменениям в том, как решались определенные задачи. А чисто для себя, интереса ради, ну вот у меня двое детей, старшему восемь, и он в последнее время изо всех сил начал увлекаться Scratch'ем. Это такая платформа для обучения детей программированию. Я должен признаться, что я завел на Scratch'е аккаунт и по вечерам, когда никто не видит, тихонечко там программирую. Потому что мне очень завидно. Если бы у меня была такая система, когда я учился программированию, я бы, наверное, был гораздо более лучшим программистом, чем я стал. Спасибо. Наши зрители интересуются. Стало ли вам проще работать во время самоизоляции? Нет. Однозначно нет. Я общественное животное. Я очень сильно зависим от общения с людьми. Мне очень тяжело, например, проводить презентации в том формате, в котором мы проводим сейчас. Я сижу и разговариваю со своим лаптопом. Мне приходится додумывать по реакции аудитории. Мне приходится догадываться, насколько вы слушаете меня внимательно, насколько вам нравится, не нравится. Для людей моего склада характера изоляция – это очень и очень тяжело. Есть определенные плюсы, конечно, в том плане, что я значительно больше времени провожу с детьми и с семьей. Но чисто в рабочем плане это тяжело. Спасибо. Какое из софт-скиллов вам показалось труднее всего в себе развить? Побороть свою скромность, вернее, застенчивость. Потому что, понимаете, в принципе, ботаник, каковым я себя причисляю, это йог высшей квалификации. Почему? Потому что он все время наблюдает себя со стороны. Он все время думает о том, как он выглядит с другой стороны, как на него посмотрят люди. Поэтому для меня преодолеть некую естественную застенчивость и научиться общаться на конференциях или еще где-то с совершенно незнакомыми людьми – это был очень и очень нелегкий путь. У меня, к счастью, были очень хорошие учителя, которые действовали, может быть, слегка неортодоксальными методами. Например, мой, собственно, ментор, который, я считаю, научил меня практически всему в продажах, что я знаю, в свое время дрессировал меня. Есть в английском языке такое понятие small talk. Это некий такой разговор ни о чем, который, особенно в Великобритании, используется для того, чтобы немножечко друг к другу принюхаться во время встречи. Ну, нельзя же сразу с места в карьер, как в Америке, начинать говорить про бизнес. Нужно сначала поговорить про погоду, про природу, про футбол, про семью, о чем-то. И вот, собственно, Питер, мой коллега, меня дрессировал следующим образом. У нас тогда был офис на 20 этаже в Сити. Лифт от 20 этажа до 1 едет, ну, сколько там, секунд, не знаю, 20, не помню уже сколько. Ну, в общем, не очень много. Моя задача была во время вот этой поездки в лифте завести разговор с теми, кто в лифте едет. И он меня не отпускал на ланч до тех пор, пока я не мог этого проделать. Я его жутко ненавидел. Силы мои падали пропорционально отсутствию еды. Но при этом я так и научился придумывать вот те самые вещи интересные, которые можно использовать для того, чтобы начать вот этот разговор. И с тех пор, в общем-то, я это делаю уже на автомате совершенно. Дмитрий, вопрос, связанный с презентациями нетворкингом. Спрашивают следующее. Я хочу выступать на презентациях, заниматься нетворкингом и своей репутацией. С чего мне начать? Обязательно ли для выступления трудоустройство в компании? И какие площадки самые открытые для новичков? Ну, понимаете, нетворкинг и выступления. Конференции, в принципе, я отвечу немножко как бы в двух частях. Конференции отдельно, выступления отдельно. На конференции, когда ты ходишь, занимаешься нетворкингом, где ты работаешь, это в общем, в принципе, не важно абсолютно. Потому что в обстановке нетворкинга каждый человек это сам себе бренд. Здесь очень важно уметь себя вести сообразно окружение. Грубо говоря, вы не пойдете на слет байкеров в костюме и не пойдете в кожанке на прием в Букингемском дворце. Хотя прецеденты были. вам нужно очень хорошо понимать, как вы себя будете представлять, как вы себя будете демонстрировать тому обществу, с которым будете общаться. При этом, где вы работаете, совершенно не важно. Что вы при этом, на какой конференции вы при этом присутствуете? Ну, я занимаюсь IT, да, но я был на конференциях, где обсуждали проблемы ДНК и там еще чего-то такого. И вполне себе успешно не творкался, потому что люди туда приходят за интересными разговорами, а интересные разговоры они могут быть о чем угодно. Помните старый анекдот о студенте, который ничего не знал, кроме устройства блохи. И когда у него на экзамене спросили «Расскажите нам о дельфинах», он сказал «Ну, если бы дельфины были собаками, то у них бы были блохи». Так вот, устройство блохи. В принципе, опять же, в любой шутке есть доля шутки. Это неплохо описывает поведение возможное на нетворкинге. Это то, что касается нетворкинга. То, что касается выступлений публичных, здесь немножко ситуация другая. Для того, чтобы вас приглашали выступать, вам нужно либо быть достаточно значимым брендом самому по себе, то есть быть известным спикером или каким-то известным человеком с рядом публикаций, либо вам нужно работать в компании, которая очень на слуху. То есть, например, если, условно говоря, вы работаете в Амазоне на какой-нибудь немаленькой позиции, то шансы на то, что вас пригласят где-нибудь говорить, они достаточно велики просто, потому что за вас будет работать бренд Амазона. Или Google, или Microsoft, или неважно кого. Или DataArt в том числе. Для этого, наверное, все-таки нужно в этой компании работать. Можно выстраивать собственный бренд. Для этого есть много платформ. Есть, ну, во-первых, всем известный LinkedIn, который, по-моему, в России недоступен, но от этого не менее стал не менее известен. Есть платформа под названием Medium, где можно публиковать свои статьи. Есть другие платформы. Есть TED Talks, есть TEDx, который как бы младший брат TED Talks. Для того, чтобы начать там выступать, в общем-то, в принципе, особо много не нужно. Нужно уметь себя продать. Нужно уметь определенным образом составить, уметь себя преподать как продукт. Рассказать о себе. Рассказать, почему то, что вы будете говорить, будет интересно кому-то еще. Понятно, что вам кажется, что это интересно, но попробуйте поставить себя на место совершенно незнакомого человека. Будет ему интересно слушать про DataArt, например. Если я выхожу выступать, например, где-нибудь, я не буду рассказывать про DataArt, потому что мы не IBM, мы не Google, мы не Amazon, мы, в общем, один из игроков на достаточно небольшом уровне размера. Я буду рассказывать о том, что будет интересно моей потенциальной аудитории. Естественно, я буду там давать определенные углы с точки зрения DataArt, но основной посыл будет то, я должен понимать, что будет интересно аудитории. Здесь мы смыкаемся как раз с поведением на нетворкинге. Во время конференции нужно представлять себе, что будет интересно вашей потенциальной аудитории. Дмитрий, и немножко об интересах нашей аудитории, которая нас сейчас слушает. Ребята задают два вопроса, связанные с английским языком. Дмитрий, насколько я понял, вы уже очень давно живете в Лондоне. Как так, у вас нет бритиш-акцент на русском? И второй вопрос. Дмитрий, ответьте на какой-нибудь вопрос на английском языке. Все в DataArt говорят по-русски, непонятно, кто как думает, быстро строит предложение на английском, чтобы хотя бы был ориентир. Ну, хорошо, да. Почему я говорю по-русски без какого-то акцента? Так получилось. Я очень не люблю, когда разговаривают на мешанине языков и когда в языках используют несколько, ну, допустим, я мог бы говорить по-русски, но в отдельных сентенсах использовать какие-то английские words. Опять же, утрирую немножко, но мне это не очень нравится. А это во-первых, да. Во-вторых, я, в принципе, не умею делать акценты. Когда я говорю по-английски, у меня есть один акцент, который мой. А когда я пытаюсь изобразить русский акцент, все мои англоговорящие друзья ложатся со смеху на пол, потому что у меня получается индусский. Уж не знаю, каким таким образом. ну и потом то, что у меня дети, растущие в билингвальной среде, накладывают определенные обязательства. Если я хочу, чтобы они продолжали говорить по-русски чисто, я должен сам им показывать пример, как говорить по-русски чисто. Поэтому мы с женой дома говорим исключительно по-русски, следим за речью и стараемся англицизм не использовать. Что касается моего английского, I'm not entirely sure what I can talk about in English. I can, I can, theoretically, I can just try and explain what I just explained about accents and can, in general, try to impersonate a Russian person speaking English. But I'm not, as you can hear, this is really Indian accent. Yeah, as I said, it doesn't work with me, okay? It doesn't work at all. My English teacher, my first English teacher was Canadian and I still have some traces of Canadian accents. I have quite a bit of Americanisms that British people do here and I do have a lot of British accents that Americans usually notice. I'm a mongrel, basically. I'm a little bit of everything. Надеюсь, этого достаточно, потому что по-английски я могу тоже говорить долго. Дмитрий, вот прилетели еще пару вопросов по-английски про-английский язык, спрашивают, сколько времени ушло на калибровку языка под окружающую среду? Нисколько. Я не умею калибровать язык под окружающую среду, к сожалению, это, видимо, связано с моей неспособностью мимикрировать акценты. Я набрался какого-то количества британских выражений, то есть, я не назову паевмент, сайдвок, да, томато, томато, вот эти вещи, да, но калибровать у меня, к сожалению, не получается. У моей жены это получается не в пример лучше. Она очень долгое время работала гидом в Санкт-Петербурге английским для англоговорящих групп и выработала, на мой взгляд, совершенно крышесносящую привычку мимикрировать под акцент той группы, с которой она разговаривает. Поэтому я поначалу очень сильно пугался, когда моя жена начинала говорить то с греческим акцентом, то с итальянским, то с американским, то еще с черт знает каким. Потом, в общем, удивляться перестал, но до сих пор смеюсь, потому что, ну, видимо, это как-то от характера человека зависит. Кто-то умеет такие вещи, быстро изображать, а у кого-то это не получается. А вам сложно было обустроиться в Англии и сложно ли работать в другой стране? Есть ли какие-либо отличия организации работы в России и там? Сложно ли было обустроиться в Англии? Нет, несложно. Мы начали немножко, если в историю удалиться, я начинал, когда работать в 2000 году в DataArt у нас не было английского офиса. В 2001 году, когда случился кризис доткомов, DataArt сильно сократился, в четыре раза практически, и у нас не было тогда, в общем, никаких других источников дохода, кроме американских клиентов, одного клиента, очень маленького, который потом тоже ушел. Мы в этот момент пытались поднять продажи, я ездил в Нью-Йорк, провел там три месяца, проклял Нью-Йорк, проклял Америку, поклялся никогда туда не возвращаться ни под какими ковришками, соврал, конечно, несколько раз возвращался, каждый раз себе клялся в том же самом, что больше никогда не вернусь. Но примерно в это же время у нас образовался партнер, который хотел устроить офис DataArt в Великобритании. И я тогда ухватился за эту возможность руками и ногами. Собственно, с 2001 года, с декабря месяца примерно вся моя рабочая деятельность DataArt связана с Великобританией. Несмотря на то, что я переехал в Англию полностью в 2010 году, наездами я там бывал в среднем раз в квартал, наверное, с 2001 по 2005, ну, как я сказал, раз в квартал, а с 2005 по 2010 я проводил все больше и больше. Собственно, переезд в 2010 году послужил логическим продолжением того, что я уже проводил значительно больше времени в Хитроу, нежели я проводил дома. Для меня поворотной точкой было то, что официанты в пятом терминале в Хитроу со мной здоровались и даже не спрашивали, что я хочу на завтрак. Это было немного пугающе. Вот. Поэтому обустраиваться было очень легко, потому что я, собственно, к тому моменту уже 10 лет как обустраивался. Друзья здесь, друзей здесь было много, большинство друзей были британцы, поэтому и в жизнь я вошел достаточно легко и приезжал я все-таки не в пустоту, а на уже каких-то существующих клиентов. Вот. Катерина, второй вопрос можно еще раз повторить, чтобы я уж точно на него отвечал, а не на то, что у меня в голове осталось. Вопрос звучит так. Сложно ли работать в другой стране? Есть ли какие-либо отличия организации работы в России там? Есть. В Англии работать гораздо легче. Огромное количество волового национального продукта в Великобритании генерируется малым и средним бизнесом. Вся юридическая структура, вся структура налогового законодательства, налоговые HMRC, которые собственно аналог налоговой инспекции, построены на том, чтобы как можно больше облегчить задачу бизнесом работать. Не хочу говорить плохо о своей исторической родине, но у меня есть ощущение, что в России часто бывает наоборот. Поэтому нет, не сложно. Всегда можно спросить. Всегда можно позвонить в налоговую и спросить, как правильно делать то или другое. Звучит дико, я согласен. Можно подойти на улице к полицейскому и просто спросить, как у него дела. И он не бросится проверять все документы. Это совершенно другая культура. Я, наверное, не смог бы работать в России. Дмитрий, как найти вакансию без опыта после курсов, если все компании требуют опыт даже для джуниоров? Не надо искать вакансию. Надо искать компанию, где вы хотите работать и пытаться в ней устроиться. есть совершенно прекрасная история про нашего коллегу в Санкт-Петербурге, который пришел на собеседование просто с улицы. Он шел с другого собеседования и знал, что вот здесь дверь офиса DataArta и, собственно, решил, что, ну, чем черт не шутит, да, зайдет и на всякий случай поговорит. Он пришел на наш ресепшн, а у нас в тот момент кто-то должен был тоже прийти на собеседование. И тот человек не пришел, этот человек был принят за того, то есть вообще комедийная история практически. Его отсобеседовали и взяли тестером. У нас не было вакансии тестера. Понимаете, когда вы приходите и предлагаете, во-первых, когда вы предлагаете без вакансии, у вас нету подсознательного желания заточить свое резюме под то, что спрашивают. Вы рассказываете о себе, а не о том, как вы думаете, вас должны увидеть. Во-вторых, очень часто я несколько раз нанимал людей, которые просто пришли, прислали свое резюме. Почему? Потому что я уже в тот момент, условно говоря, специалиста по маркетингу. Была у меня вакансия в Лондоне специалиста по маркетингу? Нет, не было. Задумывался ли я о том, что нам нужен кто-то, кто обладает нужными знаниями, умениями, опытом и, в конце концов, правильными знакомствами? Конечно, задумывался не один раз. Человек, который прислал мне свое резюме в этот момент, он сэкономил мне огромную кучу времени. Он мне сэкономил время по написанию вакансий, по собеседованиям, по выбиванию каких-то внутренних бюджетов на время, которые нужно будет уделить и так далее. Не надо смотреть на вакансии, надо смотреть на компании, насколько вы считаете, что вы там хотите работать и как вы туда хорошо подходите. И все получится. По поводу того, что многие работодатели требуют опыт работы. Понимаете, фраза в вакансии возьмем выпускника университета с шестилетним опытом работы говорит только о том, что человек, который писал эту вакансию, не очень внимательно это делал. Ну, потому что, если я правильно помню, в университетах такие все-таки учатся пока еще примерно пять лет. То есть, человек что должен был начать работать в последнем классе школы и работать фулл-тайм все время, что он учился в университете? Чему он тогда научился в университете, простите? Я начал работать на третьем курсе. Времена были тяжелые, это было в середине девяностых, кушать очень хотелось. Ну, я не могу сказать, что я очень рад этому факту. Я бы предпочел, наверное, адекватно таки доучиться последние пару лет и пойти работать где-нибудь в курсе на пятом, а не на третьем. Поэтому игнорируйте все эти вещи. Два вопроса про коммуникацию. Давайте. Следующим образом сформулированным. Какими софт-скиллами технарь может компенсировать плохое знание английского языка, претендуя на вакансию джуна-разработчика? И второй вопрос. Сильно ли корпоративная коммуникация отличается от простого общения? Если да, то как и где научиться общаться именно с коллегами и клиентами? Ну, давайте с первого вопроса начнем по поводу как можно компенсировать плохое знание английского. Короткий ответ никак. Если вы плохо что-то знаете, вы плохо это знаете. Все, что вы можете сделать, софт-скиллами вы это не компенсируете. Я вам уверяю, то, что вы плохо знаете английский, будет понятно через 30 секунд собеседования с вами на этом языке. Вы можете единственное, что сделать, это честно говорить, что у вас знания английского вот такие, что вы готовы учиться, что вы уже учитесь, вы подтягиваете английский, вы ходите к репетитору, вы занимаетесь на курсах, вы делаете, смотрите фильмы, не знаю, с кем, господи, со Шварценеггером, наверное, не модно уже смотреть фильмы, но давайте смотреть с Райаном Рейнольдсом. И всячески, то есть, честностью, да, и искренностью в понимании того, что вы видите, в чем есть проблема и уже, собственно, готовы вкладываться в ее решение. Английский может выручить кто угодно, это не какой-то магический способ, не могут, другие нет. Кто угодно, может выучить любой язык, надо просто, надо, чтобы это нужно было. Объяснение, что я не могу выучить, обычно корни у них растут из того, что на самом деле не очень нужно. второй вопрос по поводу разницы в корпоративных коммуникациях и в коммуникациях с клиентами. Понимаете, или вообще в коммуникациях с людьми, понимаете, чем мне всегда был симпатичен DataArt и почему я в нем работаю 20 лет и не пытаюсь даже куда-то рыпаться, это то, что у меня вопрос даже никогда не возникал. Я общаюсь с людьми точно так же, как я общаюсь с людьми на работе, так же, как я общаюсь с людьми вне работы. У нас никогда не было жестких иерархий, у нас никогда не было директора в кабинете с секретарем, который никого не пускает на порог. У нас никогда не было кабинетов как таковых. У нас был когда-то кабинет у Миши Завилейского и Миша Завилейский ненавидел этот кабинет и использовал его как митинг-групп, а сам сидел с лаптопом, работал в кофейне. Потому что мы как-то так вот удачно набирали тех людей, которые, в общем, разделяли вот эти самые ценности. Любая напускная форма общения — это в той или иной степени маскировка, это в определенной степени ложь. Поэтому я никогда, например, не стеснялся разговаривать с, условно говоря, вышестоящими. Я понимаю, что мне сейчас, может быть, легко об этом говорить после 20 лет в компании, будучи директором Лондонского офиса, но как-то так компания была устроена, что у меня не возникало таких мыслей, даже когда я был зеленым project менеджером, и меня судьба заставляла сидеть на одних и тех же митингах с теми же Женей Голландом или Мишей Завелейским. Я с ними спорил точно так же, потому что они себя вели по отношению ко мне уважительно. Им было важно мое мнение, даже несмотря на то, что оно могло быть совершенно сопливое и шкалярское. Я питаю робкую надежду, что, может быть, я этому тоже научился, и что люди, которые со мной работают, они точно так же не стесняются высказывать свое мнение, потому что в противном случае, наверное, я плохо учился у тех, с кем работал. Поэтому в датарте такой вопрос не возникает. Я знаю, что много компаний где-то возникает. Мне кажется, что это компании, которые рано или поздно помрут, потому что на песке выстроить что-то прочное невозможно. Спасибо. Дмитрий, у нас приближается окончание нашей трансляции. Скажите, пожалуйста, можем ли мы еще какое-то время посвятить ответы на вопросы, потому что они еще есть? Если да, то какое? Давайте, я думаю, что еще минут 10-15 точно можно. За мной вроде бы никого и нету, да, я не мешаю никому следующему выступать. Если только не самому себе. Ну, у меня на два часа меньше, чем у вас, поэтому мне проще. Спасибо. Тогда короткое объявление. Ребята, сейчас будет вывешена ссылка для чекаута в канал. Дмитрий, вопрос вам. Как сильно карантин повлиял на развитие бизнеса в IT? И что нужно знать про бизнес-анализ для работы в IT начинающим? Как повлиял карантин на развитие бизнеса в IT? С одной стороны, очень положительно, с другой стороны, очень отрицательно. Положительно, потому что огромное количество вещей стало зависимо от технологий. Продать что-то в физическом магазине невозможно. Нужно делать продажу онлайн и организовывать доставку. Вести уроки вживую в школе невозможно. Нужно организовывать уроки через Zoom, через Google Classroom, через что-нибудь еще и каким-то образом отслеживать домашние работы. Это в копилочку с плюсом. В копилочку с минусом огромное количество бизнесов, к сожалению, либо сильно пострадало, либо совсем закрылось. И это уменьшает количество клиентов. В Детарте, например, очень много клиентов в тревел-индустрии такие пострадали и довольно сильно. Поэтому, как и все кризисы в нашей жизни, этот кризис имеет и положительные какие-то последствия и отрицательные. Это если мы не говорим о однозначно отрицательных последствиях в виде больных и, к сожалению, умерших. И второй вопрос был... Нет-нет, он здесь был один. Но сейчас будет следующий вопрос. Дмитрий, он достаточно объемный, из нескольких частей состоит от одного человека. Вопрос касательно трендов. К истории о фирме Nokia, маркетинга и прочего. Сейчас ситуация намного лучше. Я имею в виду, что большинство современных проектов — это проекты однодневки. К примеру, Skype стал устаревать, и его пытались сделать современным и модным, превратили в копию Viber. В итоге потеряли много клиентов, которые в итоге перешли Viber. Второй пример — Quip и ICQ. Программы не успели за трендами, и в то время многие перешли в Skype. Как же найти золотую середину, чтобы не потерять клиентов? Никак. Во-первых, мне очень забавно слышать проекты однодневки про системы, которые существуют десятилетиями. Я, в общем, далек пока от мысли о том, что Skype умирает, потому что огромное количество пользователей в нем есть, и огромное количество компаний им по-прежнему пользуется. Как не потерять тренд? Это очень интересный вопрос. Могли, например, живой журнал сделать что-то, чтобы не потерять позиции, которые отъел Facebook? Могла ли Nokia сделать что-то, что спасло бы ее, как огромного производителя мобильных телефонов? Наверное, сложно сказать, задним умом все крепкие. Есть, наверное, знаете, есть такой интересный человек, его зовут Саймон Синек. У него есть, он американец, но у него какие-то есть русские корни, какие-то украинские, и он в свое время стал известен благодаря так называемому Golden Circle и TED Talk под названием Start With Why. Я очень в свое время был впечатлен этим рассказом. Его логика, она довольно простая. В бизнесе, в принципе, есть три вопроса, на которые отвечают компании. Компании, в принципе, могут достаточно легко ответить на вопрос, что они делают. Мы делаем софт, мы делаем автомобили, мы делаем бумагу, мы делаем мобильные телефоны, мы делаем еще что-то. Многие компании могут ответить, не все, но многие компании могут ответить на вопрос, как они это делают. Мы делаем это при помощи самых лучших процессов в индустрии, мы делаем это, опираясь на методологию Agile, мы делаем это при помощи Just-in-Time Supply Chain Management и так далее, и так далее. Очень небольшое количество компаний может ответить на вопрос, почему они это делают. Он приводит в пример Apple, все приводят в пример Apple. Почему Apple может делать и мобильные телефоны, и компьютеры, и MP3-плееры, и чего они еще там не делают, да, часы, бог знает, что еще. И все равно оставаться Apple, все равно оставаться неким единым целым. Почему Microsoft, например, в свое время запустил очень неплохой MP3-плеер под названием Zune, я не буду выражаться по поводу названия, название не самое удачное, но плеер был технически лучше, чем iPod. И ничего. Потому что Apple не говорит о себе, мы производим компьютеры, телефоны, велосипеды и автомобили, и поэтому мы хорошие. Apple начинает с совершенно другого конца. Apple говорит, мы даем возможность каждому иметь такую же вычислительную мощность, как самые большие корпорации. Мы освобождаем маленького человека. Если вы посмотрите их знаменитейшую рекламу 1984, которая знаменовала собой, собственно, поворот Apple после второго пришествия Стива Джобса, вы поймете, о чем я говорю. Как не потерять себя, это понимать, собственно, почему вы это делаете. Почему ICQ, например, в свое время не смогло ничего сделать, просто банально уплыло куда-то. Потому что почему ICQ? Да, много всяких разных других уже на тот момент появилось мессенджеров. Почему Skype теряет завоеванные позиции? Ну, потому что нету вот этого вот ощущения, почему, да, why? Почему я должен пользоваться? Посмотрите, я не Simon Sinek, я не умею с таким, с такой точностью рассказывать. Посмотрите, это пять минут будет, наверное, одни из самых лучших пяти минут, которые вы проведете. Дмитрий, скажите, пожалуйста, взяли ли бы вы на работу человека с опытом 3-5 лет, но без высшего образования? А какая мне разница в его образовании, простите? Конечно, взял бы. Потому что я же беру на работу человека для того, чтобы он делал какие-то вещи. А высшее образование меня при этом... Ну, я не могу сказать, что как-то... Высшее образование гарантирует, с моей точки зрения, только одно, да, что человек имел возможность чему-то научиться. Научился он или нет, это отдельный совершенно вопрос. Возможность у него была. Все мы отлично знаем, что можно закончить университет, институт, неважно что. Ну, в общем, в принципе, не сильно напрягаюсь. Если я буду нанимать такого человека, я вообще очень редко смотрю, честно говоря, на образование как таковое. Оно меня интересует с точки зрения, а где, собственно, человек учился. Может быть, мы с ним заканчивали один и тот же университет или учились в одной и той же школе. Мне будет интересно, вот, допустим, я беру программиста с опытом пять лет, который при этом не заканчивал ни матмехов, ни физфаков, ничего такого. Ну, я же буду все равно его собеседовать, да, он будет проходить тестирование. Я буду знать, насколько он умеет. Он мне продемонстрирует, что он уже обладает какими-то знаниями. Высшее образование здесь, в общем, в принципе, наверное, не очень при делах. Так, спасибо. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, работаете ли вы с вузами, архивами или музеями? Разрабатываете ли для них продукты? Мы работали с несколькими академическими учреждениями. Мы работали с, например, коллекцией Даймона Херста. Извините, Дэймон Херст. Что-то мне уже в голове мешается все. Понимаете, проблема в работе с вузами, музеями и так далее, она не в том, что они делают что-то такое, чего никто извне этой среды не знает, а банально в том, что там довольно развитая бюрократия и начать с ними работать довольно тяжело. Для того, чтобы начать работать, например, с каким-нибудь вузом в Великобритании, нужно продемонстрировать соответствие определенным стандартам в своих процессах. Нужно попасть на так называемый approved supplier list, нужно научиться правильно отвечать на определенные вопросы. Это достаточно формальное мероприятие и многие компании это делают, потому что там довольно большие деньги, там довольно интересные проекты. Мы пока туда особо не вкладывались, потому что, в общем, для нас пока хватает работы в чисто коммерческих структурах, которые не очень, не настолько, скажем так, формализованы. Поэтому, да, работали не очень много, но не потому что не интересно или не хочется, а просто потому что порог входа достаточно высокий бюрократический и напрягаться неохота, потому что пока нет необходимости. Вопросы кончились? Скажите, пожалуйста, как из российских офисов попасть в иностранные? Я подразумеваю, что вопрос имеется в виду из дотартовских офисов. Нужно продемонстрировать, что вы нужны где-то. Дело в том, что офисы, которые в Лондоне, в Нью-Йорке и так далее, они очень сильно завязаны на общение с клиентами. Поэтому переехать в такой офис можно, если продемонстрировать свою нужность именно в этой категории, в общении с клиентами. Вы можете, например, быть очень хорошим бизнес-аналитиком с хорошим английским языком и умением общаться. Если вы находитесь ближе к клиенту, вы можете это делать больше, приносить больше пользы. Или вы хороший талантливый тимлид, который может сесть клиенту в офис и оттуда руководить командой в офшоре, тем самым помогая нам развивать наше присутствие, будучи такой точкой присутствия. То есть нужно продемонстрировать наличие каких-то знаний и умений, которые в этом офисе будут нужны. После этого это, в общем, вопрос желания компании вообще заниматься в данный момент переездами и требованиями, необходимостью в конкретном офисе, куда вы хотите ехать, дополнительных людей. Да, в общем, и все. Мы перевозили достаточно большое количество людей и в Америку, и в Англию, и в Германию. Между офисами у нас ездит очень много людей, переезжают из, допустим, России, Украины в Польшу. Кто-то в Аргентину уезжал. Это вопрос достаточно, скажем так, прямолинейный. Надо спросить. Спасибо. Дмитрий, можете поподробнее про Scratch? Scratch — это придумка MIT, собственно, scratch.mit.edu. Это система, которая дает возможность, позволяет обучиться программированию в очень визуально доступной форме. Я помню, что, например, в свое время у меня, ну, я не соберу, наверное, если не скажу, что, наверное, пару месяцев у меня ушло на то, чтобы в своей голове уложить объектно-ориентированную модель. В принципе, да, что, поскольку, когда я начинал учиться, мы учились на языках типа там Basic и Pascal, еще всяких разных гадостей, объектно-ориентированная модель — это было что-то, чему нужно было научиться. Если бы у меня тогда был Scratch, я бы это освоил, наверное, за полчаса, потому что, ну, как бы, все понятно, да, вот есть что-то, есть объект, он существует, он получает извне какие-то сигналы, он передает наружу какие-то сигналы. Если что-то приходит, он что-то делает. Я понимаю, что когда я это объясняю сейчас, это очень звучит все просто и, наверное, тупой я был в те времена, но мне было очень сложно это понять, когда я учился. Мой ребенок освоил это, не знаю, там, за день, наверное. При этом мне, конечно, хочется думать, что у меня гениальный ребенок, но, в общем, я думаю, что нет, я думаю, что просто вопрос был в том, что ему было это правильно объяснено. Спасибо. Возможно ли начать работать в 11 классе? Возможно, но не нужно, потому что нужно, на самом деле, иметь определенный фундамент образования. Я еще раз повторю, собственно, если бы у меня была возможность не начинать работать на третьем курсе, я уже не помню, на каком я там начинал работать, а на пятом, в окончании, когда я заканчивал университет, я бы себя чувствовал сейчас гораздо лучше. Можно себя учить каким-то вещам, которые позволят потом быстро найти работу, можно там осваивать какие-то платформы, можно смотреть на какие-то языки программирования, освоить, не знаю, там, Kotlin, Python, еще что-нибудь, Unity. Но учеба так и должна оставаться учебой. Я говорил, что я не буду обращать внимание на отсутствие высшего образования, но я буду обращать внимание на неоконченное среднее образование. С моей точки зрения, при отсутствии каких-то ситуаций, которые просто вынуждают человека прекратить учиться, совсем прекратить, это не очень правильно. Скажите, пожалуйста, что нужно знать про бизнес-анализ для работы в IT для начинающих? Нужно понимать себе, что такое бизнес-анализ. Нужно представлять себе, что он берет на входе и что он выдает на выходе. В одной из форм бизнес-анализ это банальный перевод с бизнес-языка на язык программирования. Ну, не на язык программирования, а на язык технологий. Умение структурно мыслить, умение брать некий неструктурированный массив информации и последовательно его обрабатывая, структурировать его, это, наверное, ключевое для бизнес-анализа. Хороший бизнес-аналитик, в принципе, может достаточно быстро въехать в незнакомую область бизнеса просто потому, что он будет обладать возможностью задавать правильные вопросы. Это, в принципе, наверное, как раз ключевое умение, научиться задавать вопросы. И еще один вопрос, который прилетел нам, звучит следующим образом. Вы сказали, что для успеха нужно уметь отвечать на вопрос, зачем я это делаю. И сразу же возник вопрос. Как убедить рекрутера, что творческий проект, сделанный для решения реальной задачи, это опыт? Продемонстрировать проект. Если это была задача из реального мира и она решалась, она была решена, то рекрутера не нужно будет сильно долго убеждать. Я, понимаете, мир сейчас немножко изменился. Есть определенная ирония в том, что в основном люди на работу собеседуют те, кто не всегда умеет делать то, что делают умеет те, кого они собеседуют. В этом есть определенная ирония. И, наверное, она неспроста. Если вы попадаете в такую ситуацию, нужно просто научиться демонстрировать, что это была действительно проблема, и вы ее действительно решили. Потренируйтесь на ком-нибудь, кто не обладает подобными знаниями. Опять же, у меня две работы. Основная – это «Я папа». Поэтому я всевозможные концепции такие я тестирую на своих детях. Если я могу своим детям объяснить, что я собираюсь донести, какую мысль, и они это поймут, значит, я объяснил это достаточно хорошо. Причем оба желательно должны понять. И восьмилетка, и четырехлетка. Ну, понятно, что там без каких-то уж совсем сложных концепций, да, там сотворение мира, рождение и смерть, но вот на базовых уровнях вопрос в том, насколько вы это должны хорошо объяснить. И я вас уверяю, любой рекрутер при правильном объяснении оценится. Ага. И, Дмитрий, наверное, последний вопрос, который я сейчас озвучу, но есть еще, и если вы не возражаете, мы их ответим вам. Можно, как сказал Саша, можно в асинхронном режиме. Да-да-да, мы их все перешлем. Поэтому, наверное, хочется завершить вот каким вопросом. Почему же вы выбрали DataArt? Красивая версия, потому что я очень хотел работать в этой компании. Менее красивая версия, потому что в этой компании работали мои друзья, я очень хотел работать с ними. Но это правдивая версия. Я в DataArt приходил на работу дважды. Первый раз я пришел работать в 98-м году, и я единственный человек в компании за все 23 года ее существования, которого лично на работу не взял Женя Голланд, основатель компании. Уж не помню, в чем там было дело. То ли Женя был уставший, то ли я был похмельный, то ли еще что-то случилось. Собственно, Женя меня на работу в 98-м году не взял. Я тогда очень расстроился, ушел работать в Peterlink. Такой был интернет-провайдер в Санкт-Петербурге. Может, до сих пор есть. И в 2000-м году я попробовал работать туда, прийти еще раз, собеседоваться. В компании уже в 98-м году, почему я пошел первый раз собеседоваться, работал мой одноклассник Алексей Миллер, с которым мы в школе вместе учились. Мне очень хотелось работать вместе с Лешей. И в 2000-м году я пришел и продемонстрировал, видимо, какие-то полезные умения, которые тогда компании были нужны. Собеседовал меня Миша Завилейский тогда. Я, правда, сильно подозреваю, что мне просто во второй раз больше повезло. DataArt тогда нанимал вообще всех подряд, потому что как раз тогда шел безумный рост на волне доткомов, и люди были нужны, project-менеджеров не хватало, а я удачно себя позиционировал именно как project-менеджер. Вот, собственно, и все. Интереснее вопрос, почему я не ушел работать из DataArt. Я несколько раз серьезно расценивал такую возможность пойти куда-то, где будет больше денег, пойти куда-то, где, как мне кажется, меня могли бы больше ценить. Во все разы, в принципе, меня... Я знаю за собой особенность действовать эмоционально, поэтому серьезные решения я стараюсь никогда не принимать быстро. Я, в общем, заставляю себя как-то хотя бы с ними день прожить, прежде чем их озвучивать. И меня все разы, в общем, в принципе, останавливала от ухода из DataArt очень простая вещь. Куда я от них уйду, да? Все мои друзья здесь. Все люди, которых я очень высоко ценю, они работают в DataArt. Количество людей, с которыми я познакомился в DataArt, которые стали моими друзьями ближайшими, оно исчисляется, ну, там, хороших, прямо, друзей не может быть очень много, но вот полдюжины самых лучших, все работают в DataArt, со всеми я познакомился здесь. Ну, куда я от них уйду? Да? А самое главное, зачем? Вот почему? Больше денег, всех денег я не заработаю. Я зарабатываю достаточно. Какая-то другая работа, в моей власти в DataArt, в принципе, придумать какую-то интересную работу. Я почему стал продавцом? Потому что это бесконечный поток очень интересных вещей, которые все время новые. Куда-то переехать? Я переехал. Я хотел переехать в Лондон, я переехал. Компания высоко ценит лояльность. И платит тем же. Это стоит очень дорогого. От этого просто так не отказываются. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что нашли возможность ответить на такие разнообразные вопросы и так погрузиться в контекст, погрузить нас в контекст того, как вы живете и как вы думаете, и как вы видите все происходящее. Это было очень интересно. Спасибо, что поделились. Спасибо. Я тогда отключаюсь, Катерина. Вопросы вас посвятили, я так понимаю. Вопросы перешлю. Спасибо вам большое. Всем спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...